4 марта. Начинается новое путешествие. Готовимся к посадке на самолет в Якутск Белая гора. Стать путешественник. 4 марта. Взлетели. Рейс в Якутск Белая гора. Наша цель гранитные города Улакансис. Сейчас новое путешествие начинается. Здравствуй Белая гора. Взлетели. 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 Это для статуса, сказали? Для статуса, да? Как ты там стал? Вот так? Да. Водим в нашей комплексной бригаде. Рукавички. Зашел сваршок об Али маскараде. Пятое июля. Фу. Июля. Да. Пятое марта наступило. Фу. Кажется, мы зависли в Белой горе. Пурга. Поехать никуда не можем. Но зато к нам пришла Белочка. Ха-ха-ха-ха. Так, и еще вчера был хороший. Ха-ха-ха. Сегодня уже пришли Белки. Ха-ха-ха. Вот Белочка. Реальная. А всего-то лишь надо было. Выползли прогуляться по поселку. Погода очень ветренная. Намерены завтра все равно попробовать. Поехать. Из этого получится безвестно. Ну, радостные какие собачки. Бегают. Шестое марта наступило. Ничего не поменялось. На улице Пурга. Голодные воробьи. Голодные воробьи. Голодные. Голодные эти. Туристы. Нашли развлечение. Делать блины. Делать блины. Или что-нибудь еще. Или жарить зеленые бананы. И тут стал проявляться кулинарная выдумка способности. Безделия. В общем, ждем. А это точно мука? Что тут такое странное? Не, опа. Кто жарил блины? Вот я. Народ вообще тяжкий. Вот у нас. Блины получились уникальные. Как получились? Рецепт муки. Подождите. Рецепт блинов с ароматом рыбы. Просто надо в муке, которую используют блины, несколько раз запранировать рыбу. А потом ее использовать в блинах. Новая? Да. Новая в кулинарии. Новое слово. Получаются очень интересные блины. Очень интересный эффект. Вышли пройтись по поселку. Ветер немножко утих. Дорогу-то занесло. Думаем, как жить дальше. Поехали. Опа. Вот так развлекаются мясные детишки. Вот такие сегодня тут у нас тропки. Это какой-то кошмар. Давай, Юля. Давай, давай. Ура. Следующий. Ура. Белая гора. Ну ладно. Остается только погулять по поселку. Хе. Что-то утащило. Белогорские дворы. Народное творчество. То есть детский садик тут у них. Вот такие воротники за вчерашний день надуло снеговичкам. Симпатичный корабль называется. Вот. Седьмое марта. Картина практически не поменялась. Мы остаемся в Белой горе. Есть надежда, что сегодня вечером стронемся отсюда на КамАЗе. Но уже началась вторая половина дня и мы пока еще остаемся здесь. Ну какая-то движуха началась. По крайней мере в УАЗе загрузили. Сейчас все в КамАЗ. А потом попробуем ехать. Что из этого получится, посмотрим. Грузимся в этот КамАЗ. Это овощевозка, как сказал водитель. Это в этой будке. Двери есть, окон нет. Будет темно. Будем пробовать проехать 200 км по дороге после Курги. Во всех поселках по нескольку штук стоят. Для удачи. Выехали на КамАЗе. Нам надо проехать 230 км. Или сколько сможем. А там уже на снегоходах. Нам главное доехать. Потерпим. Доедем. Еще один вопрос. Потерпим. Ничего страшного. Теперь то можно. Да, нам же... Вообще, говорят, доедем. Нет. Да. Лучше, чем на Буранах. Вообще, надо сгореть. Вот. Дорога есть, нет? Позятки вроде есть. Мы выясним сейчас? Посмотрим, да. Да, посмотрим. Насколько хватит там. Ну все. Короче, ничего не получилось у нас. Это затея с КамАЗом. Дорога совершенно непроходимая. Вот. Проехали метров 15. Там, где уже совсем Пурга замела. Бесполезно. Никакая техника не пройдет, кроме трактора. Как говорят на Euronews, no comments. Вот, вот. Ну это не по-русски, а по-русски было бы хуже. Ну да. По-русски даже нет такого слова. Есть русское слово простое, дороже его не сыскать. Оно хоть не очень простое, но здорово русское. Вот. Мы не едем, короче. Вроде бы не едем. 8 марта. Женский день. Называется. Грузимся. Поедем 200 км после доходов. Другого выхода нет. Что-то ты какой-то невеселый. Нет, я просто смотрю. Куда грузиться? Подарок нашим девочкам. Восьмой марта, девочки. Ура! Ну, до дяди Вовы-то мы добрались. Правда, дядя Вова куда-то поехал капканы проверять. Чайку попьем. Все дядя Вовина хозяйство. Черепно-исторического бизона у него тут. Восьмой марта. Восьмой марта. Вот такой вот хозяин. Восьмой марта. Здоровье с тобой попускали. Нам учили его сказать. Я маленькая девушка. Он такой здоровья. Здоровья мы с вами. В Либиноявре мы знаем. Вот это вот. Первое слово. Международное. Вообще понятно. Да, да. В Либиноявре это важно. А так то. Моеку теперь меня зацепил. Белый грубый. По башкирски знаешь как? Да. Забираются на вторую серию. Да. Похоже. Да. Чистые виски. Как на этот фильм. Так. Ну что ж. Белый грубый. Ну, прилично проехали. Километров. Ну, может быть не сто. Ну, около того. А я с зайца видела. Да. Ужусь. 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 Я. Давай, начинай делать зарядку. Жарко. Жара. Я зайца видела. Зайца видела? Белого, да. Я следов только видела. А следов там очень много. Оля, как тебе такое 8 марта? Вообще отлично. Я думаю тебе нравится. Я прекрасно себя чувствую. У меня очень веселый праздник получается. Отлично. Я приспособилась ехать на Буране. Она провела аналогию с лошадью. Алексей вон смеется. А я говорю, нормально вообще. Если предугадываешь движение, вообще хорошо получается. Я вообще в последние дни стоя ехала. Стоя ехала? Гюльчатай, открой личико. Да блин, носик, кролейка. Да, носик. Гюльчатай, я боюсь за щеки ее. Зальем бензинчик и дальше поедем. Холодно? Да, и все там кровь везде чувствуется. Конечно. Надо двигаться. Двигаться, да. Вон там. Один партнер. Один партнер. Один партнер. Один партнер. Один партнер. Куда ты нас припер? Я еще вас не припер. Вы еще не доехали. С базы к нам выехали навстречу. Здесь осталось 40 километров до базы. С зимника мы ушли. Сейчас поедем через лес. С подпрышкой. Да. Мы приехали все-таки. Ну не все. Это отдельная история. Не все доехали. Но все-таки до базы мы добрались. Шикарная база. Тепло. Даже слишком. Кормят. Поют. Жизнь прекрасна. Ладно. Но уже на самом деле 9 марта наступило. Об этом я скажу завтра. 12-часовой пробег. Белая гора. Подножье уступов. Турбаза у Лохансис. Да. Завершен. Да. С потерями. Ну я надеюсь с потерями по полу. Временными. Они завтра доедут до нас. Да. 9 марта. Мы находимся на базе у Лохансис. Сейчас два снегохода готовятся. Чтобы собрать оставшуюся часть нашей группы. А два. Тут пробивает дорогу наверх. За это время здесь отстроили неслабую базу. Это наше жилище. Персональное. Для нашей группы. Очень комфортно. Печка. Стол. Нары. Все обшито фанерой. Готовим первый выезд на веру. Костанцам. Счастливые люди. Они еще не видели этого. Да. Десятое марта у нас тут. Подъем. Все встали. Сейчас чайку попьем. Не подъем. Покушаем и поедем снова наверх. Здесь это ничего так комфортно. Да? А что же? Хорошо. Вот. А там не очень наверху. Да. Суровенько. Печурка. Тепло. А где третьи были? Сергей. Где-то были оленицы. Вот я туда все сложил под лавку. Короче, обычная утренняя суета. Все, поехали наверх. Давай хочешь? Топчет дорогу. Ну вот они, мои родные. Сегодня погода получше. Здесь уже комфортно. Сейчас там восстановят верхнюю палатку. И, наверное, будем ночевать завтра, послезавтра. Даже собака радуется. Хорошая погода, да, собака? Вот они, мои гранитные города. Жизнь налаживается. Верхнюю базу восстановили. И намерены две ночи провести здесь, наверху. Как у меня это обычно делается. Сегодня вернемся на нижнюю базу, а потом вернемся на завтра уже сюда и две ночи здесь. Такие планы. Погода вроде бы ничего. Вот она, верхняя база. Одиннадцатый марта у нас началась строганина. А еще тут вот это надо убирать. Она там... Очень, очень, очень легком приготовлении. Легкий завтрак. Она, знаешь, как на первом плане... Перед тем, чтобы подняться снова на верхнюю базу и там начать уже полноценную работу. Это Юля. Это хорошая идея, от там, конечно. Юля, показывает профессионально, как работать. Не, надо, знаете, чтобы вы там сели, живописно. Иди на место. Нормально. Полезай в наркот. Сережа. О. Посадим. Давай, Юля, посадим. Вот так мы развлекаемся. Да. Поутравший. Шарля, сюда. Вон, снимай. Вон, смотри, какой кадр. Да. Да, да. Это называется наелись рыбы и давай баловаться. Вон, не сюда. О. Такая парочка. Папарадзи. Папарадзи, да. Папарадзи. Жизнь наладилась. Продолжается. Полностью. Полностью. Поехали на Держи и Базов. С двумя ночевками наверху. Вот такое вот безобразие у нас тут творится. Ты что, снимаешь что ли? Да. Терминатор. Нам пришел терминатор. Мы ему ответочку. Они тут живут в этом. В хибарке какой-то тут. А вот этот, который снимает всех сюда за селье. Это ответственный. На верхней базе. Сказал, что это комфортабельное жилье. В этом месте еще не было такого комфортабельного жилья. А ты еще полярное сияние. Ну, пока не было. Тут кромешная мгла. Короче, у нас тут лежбище сплошное. Котиков, кощев. Ладно. Завтра подробнее покажем. В нашей маленькой и тесной хибарке наступило 12 марта. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Поспали? Доброе утро, Юля. Привет. Ну, тесно тут, тесно. Но тепло было. Нормально. Жить можно, в общем. Распихать, да, вот, вещички. Да. Чтобы можно было посидеть или что-то там, да, днем. Нормально. Ну, в общем, как-то мы приспособимся. Можно на столе спать. У тебя... Да, на столе еще есть спальное место. Мокрый? Когда она чуть-чуть мокрый. Ну, ничего. Пойдем попробуем, что-нибудь поснимаем. Хотя там как-то... О, ну ничего так. Умолочно. Первый раз зашли, когда, знаешь, снег взял. Что там у нас на обед? Котлетки. Котлетки. Тогда, когда снег лежал, я заглянула. Боже мой! Как же там жить, да? Да, вот, тут еще это пурга была. Пурга? Нет, вот так. Усурово было. А сейчас ничего. Тут жить можно. А сейчас домик будет? Да, вообще, да. Жить можно. Тесновато, но ничего. В шестерон тесно, но можно. Да. Но это максимум. Да. Если я посмотрел эти видео, то никто никогда не придет. Маркус поедет? Маркус! Да, да, Маркус! Знаешь, здесь, Маркус! Да, это только самые фанатичные фотографы сюда поедут. Ну, ничего, таких хватает, на самом деле. Слушай, а вот если бы они поставили, может быть, юрты какие-нибудь, да? Было бы вообще классно, да? Этот, как он называется? Юрта? Чум. Да? Вот чум, чум, они уже забыли, как они ставятся. Нет, надо такой же балок поставить, как внизу, и будет хорошо. Было бы прекрасно. И колоритно, и вообще здорово. Избу тут надо поставить с рук. Да, ну что, будем пробовать еще раз? Да, я думаю, что сейчас давай попробуем сразу. Мне кажется, должно быть нормально. Снимем, попробуем. Ну, попробуйте. Одно. Да, я думаю, что все нормально. Нормально? Да. Ну, смотри, давай, хорошо, пробуй. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть? Ну, давай, подержу еще чуть-чуть. Да, почему нет? Вот это, наверное, кусочек вот этот хороший, я думаю. Давай я этот заберу. Моя хорошая. Вот так мы и живем. А этот хороший, он маленький, он должен прожариться. Так и живем, да. Так и живем, да. По-моему, неплохо. Котлетку жарим, пробуем, жарим, пробуем. Съел сырую, ну и ничего. Мы же сырое мясо ели, может, что-то только не ели сырое. Сможешь налить у меня в термосе, пожалуйста, когда взбираешься? Ты хочешь скоро идти или не скоро? Идти. Просто мы хотим термосы залить, а потом еще поставить. Сейчас печка горячая. Если ты не быстро собираешься идти, то оно еще закипит. Хорошо? Чтобы было попить. А потом еще сделаем. Не, вот так вот в эту сторону красиво выглядят. А туда красиво, шкурку еще надо так красиво положить. Шкурка там что-то не очень. My pictures. Из-за спан. Котлеткая история. Но только сейчас появилось ощущение, что погода наконец-то наладилась. Пойду погуляю. Завтра нам уже возвращаться на Нижнюю базу. Если повезет, то сегодня ночью будет северное сияние. Если повезет, то сегодня ночью будет северное сияние. Это мои гранитные города в Лахансис. 13 марта. На верхней базе в Лахансис. Все счастливы, потому что вчера ночью наконец-то у нас было северное сияние. Сейчас жду связи с Нижней базой по спутниковому телефону и кофе с хворостом. Как мы их тут называем круассанами. В общем, все замечательно прошло. Все получилось. Лахансис нас долго испытывал, но пустил. Спасибо ему. Все, готовимся спускаться на Нижнюю базу. Доброе утро. Утро веселое. Утро веселое началось. На нижней базе в Крошу. Роллф рассказывает про фантастическое северное сияние, которое было сегодня. А что не разбудило? Я подумал, что 5-х картинок нет. Во сне он видел северное сияние. Короче, в следующий раз надо приехать еще раз. Не досмотрели. В следующий раз приехать, камеру снять после таймлапса. Расселись по садям, собираемся покидать нижнюю базу. На этом наше путешествие здесь заканчивается. Сегодня где-то к ночи должны вернуться в Белую Гору. Нам сейчас предстоит проехать всего 15 километров на снегоходах. Нам должны ждать автомобили. Предстартовая суета. Снова такая. Да, поехали. Я вроде нормально. На этот раз мы легко отделались. Всего 15 километров по снегоходной дороге. А тут уже... Да. А тут должны быть уазики, а их нету. Песа подвезли. Тут дорогу сделали старатели. У них там где-то участок. Ждем остальные снегоходы. Мужики, тебя в серединку посадили. Это за нами машина. Да, это за вами. Сейчас наверх сядем и поедем. Вверху мы уже привыкли. Да. Не увязочка вышла. Машину нас ждали не в том месте. Но сейчас приехали, грузимся. Наконец-то мы поедем в Белую Гору. 15 марта началось в той же квартире в Белой Горе, в которой мы провели три дня в ожидании, когда закончится Пуруга. Сегодня у нас рейс в Якутск. Ну, а там начнется новое путешествие. До свидания, Белая Горя. Приятного аппарата. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok